Здравствуйте, друзья! Всем привет! Всех рад видеть на канале. Сегодня у нас на обзоре нож Kershon Natrix Mini в медной рукояточке. Очень интересный. Нож был анонсирован еще в середине 2018 года, но представлен уже к его концу. Сейчас в начале 2019 года мы можем на него смело взглянуть. Я вам покажу. Традиционная коробочка. Ничего нового. На торце написано Natrix Copper номер 7006. Сию. Сию наверняка это как Купрум. Но все-таки это не просто Natrix, а все-таки Natrix Mini. Давайте посмотрим, чего внутри. Ну и внутри, собственно, сам нож. Давайте будем рассматривать его поближе. Как мы видим, это медная рукоять. Да, основная фишка данного ножа. Имеет 3D дизайн. Также следует понимать, что это же медь, и она будет окисляться. Тем более с агрессивной средой не только кислорода, но и потожировые следы, когда вы берете руками. Все это будет оставаться так или иначе на ноже. И будет появляться патина. То есть, да, будет у нас окисленная медь. Соответственно, будут такие вот бирюзовые вкрапления в ней присутствовать. Ну, конечно же, все это легко чистится. И приобретает изначальный или слегка предполированный вид. Другое дело, что кому-то, возможно, покажется более прикольным патину оставить. Она будет смотреться более харизматично, аутентично. Ну, как-то более, что ли, олдово. Это очень интересная штука. На вкус и цвет товарища нет. Ну, а теперь давайте, собственно, к ножу. Медная рукоять. Как мы видим, здесь скреплена на двух винтах. И осевой винт у нас в стиле кершей, которые у нас идут из Zero Tolerance в Сенкевича. Вот такое вот колесо с торксом. Такое мы можем помнить также на ножах кершинюра. На оборотной стороне мы также видим два винта и часть осевого. Сразу на себя обращает внимание клипса глубокой посадки. Она не жесткая, что очень приятно. Будет нож сидеть глубоко. Кроме того, он не очень большой и с глубокой посадкой. То есть он будет, по сути, максимально сидеть в кармане незаметно. Хочется также отметить, что у нас вот такой вот ряд винтов. Раз, два, три, четыре штуки мы намечаем. Два, собственно, на клипсе и два на лайнере. Клипса, как мы понимаем, двухсторонняя. Можно переставить направо, налево. Замок на данном ноже Subframe Lock. Запатентованный кершевский. Ну и в спинке мы видим вот такой вот интересный фрейм резной. Хотя вот посерединке также заметна полосочка от литника. Нож у нас Flipper, оборудован плавником. То есть в нем нет системы спецейв. За флип отвечает система подшипников KVT. Давайте откроем нож. Нож с легкостью открывается. И перед вами, собственно, уже традиционный нож Kershia Natrix. Только в мини-варианте. Покрытие клиночка у нас, точнее его финиш это Stonewash. Традиционный логотип, традиционный долг. Только все это в немножко уменьшенных габаритах. Понятно, что нож Natrix и его дизайн растет еще от компании Microtech. Там был Matrix, у Kershia и стал Natrix. Также мы прекрасно помним у Kershia, точнее у Zero Tolerance. Модель 0777. Если мы посмотрим ближе, мы видим аккуратный Stonewash. Логотип компании Kershia. Давайте вот так аккуратненько покажу все это в макро. Сделано все очень достойно и аккуратно. Одинаковый Stonewash, по сути, как на клинке, так и на рукояти. Без острых граней, все достаточно лаконично. На оборотной стороне у нас надпись, точнее артикул 7006CU. Логотип корпорации Kai. И у нас сразу же понятно, что сталь D2. Также в корне клинка мы видим вот эту вот надпись China. То есть нож сделан в Китае. Но сейчас, собственно, китайские ножи, китайское производство вообще не удивляет и даже не огорчает. По сути, если достаточно хорошего качества сборка и прецизионное оборудование, то какая разница, где нож произведен. Но, конечно же, все-таки остаются те самые люди, которых в надпись China просто отталкивает и все. Он не готов данный нож покупать, но я вот не из таких. Посмотрев внутрь рукояти, мы видим, что в медных плашках выбраны участки, дабы облегчить конструкцию. Вот так вот у нас выглядит замочек при открытии. Заходит примерно ближе к середине. Люфтов никаких нет. На моем экземпляре подводы друг от друга немного отличаются. Но, опять же, это дело вкуса. Меня это, собственно, никак не волнует. Мне нравится сам нож. Нож легко открывается и закрывается одной рукой. Клиночек у нас по центру. На обухе мы видим насечки под большой палец. Они не такие грубые. И удерживать нож достаточно комфортно. Что касаемо технических характеристик, то длина клинка составляет 7 см. Что, в принципе, и подходит к его названию мини. По толщине в обухе нож составляет 2,8 мм. Вес данного ножа составляет 92 грамма. Ну и D2 на клинке. Значит, твердость порядка 60 единиц. Что более чем достаточно для такого ножа. Да, для любого ножа, в принципе, на мой взгляд. Из коробки нож заточен достаточно прилично. С небольшой махрой. Но режет, в принципе, прилично и подбревает вполне. Ну и повертев данный нож в руках достаточно продолжительное время, я понял, что, в принципе, он достаточно удобен. Механика мне нравится. Подшипник работает очень хорошо. Люфтов априори нет никаких. Вот такую стопорную боночку мы здесь наблюдаем. Рукоять приятная. Ничего не наминает. Клипса вообще не мешает. Это тоже немаловажно. И прямым хватом, и обратным. Хотя обратным сказывается недостаток. Да, вот большой палец уже никуда не притулишь. Но это же мини-ножечек для каких-то мелких работ. Более чем удобная рукоять. Мы ухватываемся за нее. Ставим большой палец либо на вот эти насечки. Можно также переставить спокойно его и на обух. Никаких проблем. Прямые спуски. Сталь D2. Более чем приличный ножичек. По цене, что хочу сказать. Ну, в российском ритейле это где-то вылазит в районе 7000. Много это или мало? Ну, на мой взгляд, в принципе, неплохо. Потому что медная рукоять, опять же, это такой некий эксклюзив. Очень интересная фишка. Мне очень нравится. Данный нож я приобрел в магазине rostovnaif.ru. Потому что магазин для меня удобный. Находится в моем городе. Ссылочку, кому интересно, оставлю внизу под видео. Ну, а с вами был Михаил. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте лайки или дизлайки. Можно даже жать колокольчик. Новые видео, я надеюсь, теперь будут выходить регулярно. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok